Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. И сегодня мой собеседник, украинский военный эксперт Олег Жданов. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, Олег Владимирович, можем смело заявлять о том, что началось полномасштабное вторжение американских войск и сил НАТО на украинскую территорию в виде приезда президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена. Это неожиданно или все же ожидаемо лично для вас, что этот визит, по факту, будем уже говорить, он состоялся? Для меня это было ожидаемо. И знаете, о чем можно говорить? Ну, как минимум спецслужба США или секретная служба, которая охраняет президента США, она уже на территории Украины. Реально на территории Украины. Вместе с президентом. Для меня это было, в принципе, предсказуемо. И я понимал, что нанося визит в Варшаву, нельзя было не встретиться с президентом Зеленским. А учитывая то, что и президенту Соединенных Штатов тоже нужен рейтинг, у него в следующем году, кстати, выборы, то не посетите Киев. Мы уже с вами в предыдущих эфирах говорили, что сегодня это уже в мировой политике, это сегодня мувито. Я уже так начинаю подумывать, наверное, уже где-то там Сидзи Пинь уже пишет в Телеграмму, что когда назначьте время, я приеду. Потому что, ну, кто еще у нас еще? Если уже Джо Байден побывал, то кто у нас? Кстати, сегодня не только Байден, сегодня большая делегация Израиля здесь находится. Причем, я так понимаю, что они наверняка встретятся, но может быть не на уровне не с Байденом, а с кем-то из тех, кто приехал вместе с ним. А у нас вопрос военного сотрудничества с Израилем очень пока решается туго. Сегодня глава МВФ должна посетить Киев, а мы понимаем, что МВФ это те кредиты или те деньги, на которые будут восстанавливаться Украина. Вот, ну и, наверное, венец апофеоз вот этого сегодняшнего дня, который еще, кстати, не закончился. Ну, понятно, что Россия постаралась изгадить, как могла воздушной тревогой, да, подняла там авиацию и была объявлена воздушная тревога. Так символично Джо Байден выходил на Софиевскую площадь под сирены, воющие в Киеве. Вот. Я думаю, что американцы сегодня могут гордиться, скажут, наш президент сирены, а он не побоялся в Киеве. Так вот, финал апофеоза этого, фраза президента Зеленского о том, что мы готовимся к короткой войне. Для того, чтобы... Это интервью, в котором я сказал, что мы готовимся к короткой войне, и на встрече с Байденом он сказал, что именно 2023 год он должен стать годом победы. То есть не 2024, не 2025. А откуда эта дата? Давайте вспомним, кто у нас главный триггер помощи Украине на сегодняшний день. Вот за все 11 или 12 месяцев войны. В Великобритании. Риши Сунак первый сказал, что в этом году эта война должна закончиться. Во время визита Зеленского фактически, я думаю, что он выразил общее мнение. Ну и тенденция, смотрите, как резко поменялась. На сегодняшний день, вот, Мюнхенская конференция, кстати, дала очень много позитивных сигналов. Германия, Анна-Лена Бербок заявляет о том, что прекращение огня это не мир. Мир это вывод российских войск с территории Украины. Китай предлагает мирный план, в основу которого они закладывают уважение границ государств. Это говорит о том, что вывод российских войск с территорией Украины. Что бы они там не предлагали, но Китай не может. Китай не может предлагать компромисс по территориям. Почему? Потому что сразу же возникнет прецедент, скажут, так давайте и Тайвань уступите. Ведь сегодня же никто ни в мире не посягает. Даже Соединенные Штаты говорят, что Тайвань это Китай. Ну, Олег Иванович, давайте по поводу Китая и грядущей речи Сидзиньпиде мы отдельно поговорим, потому что там действительно о чем говорить. Олег Иванович, относительно вот Бадина, конечно же, ну, прозвучало, прозвучали уже и заявления из уст Бадина, из уст Зеленского. Но то, что нас интересует, в первую очередь, в контексте наших с вами эфировых обсуждений, это очередной пакет военной помощи. Обещают, что его детали объявят завтра, во вторник. И пока что известно, что в этот пакет войдут Хаймарс. Также будут боеприпасы, противотанковые системы и радары. 500 миллионов долларов стоимость этого пакета. Неплохо. Да, неплохо. Полмиллиарда это довольно хорошая сумма. Ну, в принципе, это то, что нам сегодня надо. Боеприпасы. Самое главное, чтобы мы сняли лимиты с нашей артиллерии. То, что она умеет работать и работает довольно точно, мы в этом убеждаемся, даже судя по информации, которая приходит с фронта. Но нам не хватает. Пока что мы не можем достигнуть паритета. Российская артиллерия превосходит нас в численности и превосходит в количестве боеприпасов, которые они могут выложить на грунт. Так что очередной такой пакет для нас очень и очень сейчас кстати. По поводу визита Байдена уже многие высказались. Есть такое мнение. Одним нехитрым движением Байден разбивает в пыль значимость завтрашнего выступления Путина перед федеральным собранием. Так и куется большая политика, меняющая мир не угрозами и славоблудием, а действиями. Я так понимаю, что спичрайтеры Путина вынуждены будут какие-то части его выступления переписывать. Если не менять кардинально. Почему? Потому что действительно это, я считаю, это политическая победа. Вот то, что Байден решился на такой шаг, это политическая победа. Он, знаете, как в животном мире, надо застолбить территорию. И Байден четко дал понять, что Украина это сфера интересов Соединенных Штатов. А теперь получается, что Путину надо этому противостоять. И надо что-то противопоставить. Или надо молча с этим согласиться. Поэтому думаю, что да. Думаю, речь очень сильно. Скорее всего, даже на мой взгляд, скорее всего, российская разведка знала о том, что может быть такой визит. Почему? Потому что вчера началось широкомасштабное, неплановое учение с ядерными силами сдерживания Российской Федерации. И они задействовали две компоненты. Они задействовали воздушную компоненту. В Тамбове развернули вспомогательные пункты управления воздушными силами стратегическими. И Северный флот. Они задействовали. Мы знаем, что накануне, неделю назад, норвежская разведка сообщала нам о том, что они ядерные заряды тактические переместили на корабли и подлодки. И вчера мы узнали, что одна подлодка получила приказ выйти в район пусков. Где-то туда в Северное море, может быть в Арктику, в район пусков баллистических ракет. Ну, правда, я не знаю, как это будет сегодня выглядеть со стороны международного сообщества. Сегодня вопрос применения ядерного оружия в контексте того, что в мире действует мораторий на ядерные взрывы. Его же никто не отменял. И он действует уже, по-моему, если я не ошибаюсь, 30 лет. По-моему, с 90-х годов. И ни одна страна в мире, и даже Китай, который сегодня делает ядерные заряды, не решается нарушить этот мораторий. Я не думаю, что Путин такой смелый, и он пустит ракету с ядерной боевой частью куда-нибудь в акваторию Тихого океана. Я по континенту вообще не беру. На мой взгляд, ударить по континенту, по Украине, то, что многие предполагают, это на грани самоубийства. Потому что все западные лидеры будут против, потому что куда пойдет облако, никто не знает. А сегодня сделать пуск баллистической ракеты с Арктики, допустим, в акваторию Тихого океана в районе Камчатки, как они доделали на предыдущих учениях, ну, это просто, да, они покажут, что у них есть ракета, и она летит. И она может долететь на такую ракету. А что дальше? Она же в обычном будет снаряжении. Ну, то есть, и 24-го, там, допустим, даже вопрос проведения массированного ракетного удара 24-го февраля, сегодня, на мой взгляд, нивелирован желанием Китая 24-го числа выступить с мирным планом. Кстати, сегодня этот мирный план в Москве, и Китай будет показывать его в Кремле, презентовать. И, видимо, будет обсуждать, чтобы Россия не вздумала его испортить, его оглашение, презентацию, это первое. И второе, ну, будут искать, наверное, какие-то пути его реализации со стороны Российской Федерации. Но уже 24-го сезон, я так понимаю, в рамках своего выступления, обращения к миру, так вот, Пекин... Да, от народа мира, они любят, да, Китай любят обращение к народам мира. И, смотрите, в Пекине утро наступает намного раньше, чем в Москве. Это говорит о том, что пока Москва проснется, то в Пекине уже могут огласить этот мирный план. И после этого нанести массированный ракетный удар, это будет плевок в лицо Сидзипин. Да уж, Олегович, эта неделька обещает быть достаточно жаркой, потому что вот кучно события друг за другом следуют. И, возвращаясь к визиту сегодняшнему Джозефа Байдена в Киев, CNN пишет о том, что целью визита Байдена в Киев была донести до Зеленского, что Соединенные Штаты Америки здесь, чтобы остаться. Вот интересная формулировка, США в Украине тут, чтобы остаться. Мы никуда не уходим. Агентство также сообщает, что Байден приехал в Киев в 8 утра по местному времени, встретился с послом Бриджит Бринг, затем в кортеж прибыл в Мариинский дворец. На входе президента США встретили Зеленский и его супруга Елена. Спасибо, что приехали, сказал Зеленский, пожимая руку Байдену. Тот спросил у Зеленского, как дети. Вот такая риторика была. Ну, а я вам скажу, это очень на дипломатическом языке, они пытаются публично демонстрировать, что между ними, как говорят, есть химия. Вот в том плане, что они дружат, что дружеские отношения стран. Джо Байдена, в первую очередь, интересует, как дети у Зеленского, как семья, а не как там враги, как там война и как там прочее. В этой части, получается, что он уверен и он в курсе дела, как это все происходит. Его больше волнует семья и дети президента Украины. То, что мы пришли для того, чтобы остаться, ну, я в этом не сомневаюсь. К сожалению, сегодняшний мир диктует такое условие, что один в поле не воет. И только система коллективной безопасности может обеспечить эту безопасность. И потому мы выбираем из двух, как говорят, из двух зол выбираем меньше. Меньшее слово для нас это интеграция все-таки в европейское сообщество, в более демократическое сообщество. Там, где есть презумпция права, точнее, верховенство права, презумпция невиновности, какие-то демократические институции работают. А не диктатура и порабощение народа, а тем более уничтожение. Мы кость в горле у Путина. Путин ставит главной задачей уничтожение Украины как государства и уничтожение Украины как нации. Я скажу так, что если бы он пришел к нам с салом и горилкой, то еще не факт, что мы бы его прогнали. А так как он пришел к нам с автоматом и с гранатой, то нет, тут разговора не будет. Поэтому Байден и говорит, что раз Украина идет в европейскую семью народов, а Соединенные Штаты сегодня возглавляет коллективный Запад, то, конечно же, США говорит, что мы приехали для того, чтобы остаться. Это очень хорошо. Это то, что я говорил, это застолбить территорию. То есть показать, что это сфера интересов Соединенных Штатов Америки. И сегодня, да, сегодня Украина борется сама, а завтра, когда мы вольемся уже там, допустим, в структуры НАТО, в структуры Европейского Союза, то это уже будет вопрос коллективного ответственности за нашу безопасность. В Дюнхенскую конференцию еще раз можем вспомнить и заявление Йенса Столтенберга, что сейчас Альянс сосредоточен на предоставлении Украине военной помощи, а Украина присоединится к НАТО уже после победы. Если углубляться в определенную политическую плоскость, учитывая внутреннюю политику Соединенных Штатов Америки и предшествующие президентские выборы в 2024 году, возможно, сегодня как раз своим визитом и Байден и закрыл вопросы относительно своего неучастия в повторном выдвижении, в повторном баллотировании. И я думаю, что этот вопрос уже снят, и он будет принимать участие в президентских выборах 2024 года. Думаю, что да. Скорее всего, именно с этим и связано. Почему? Потому что такой визит сейчас очень сильно поднимет рейтинг Байдена. Простой американец скажет, ого, наш дед еще, смотрите, есть порох в пороховницах. Не побоялся, поехал, война, тревога воздушная. А он там такой, я думаю, что именно в этом плане он в качестве лидерства, он использует этот момент для того, чтобы выставить свою кандидатуру на следующий президентский срок. Скорее всего, так оно и будет. Тем более, что остался год, фактический год. А демократическая партия, ну, пока что не ищет другого кандидата на пост президента Соединенных Штатов. Байден уже должен дать ответ в ближайшие месяцы, официально. Да, он в ближайшие месяцы должен определиться, если я не ошибаюсь, то, по-моему, и в июле, или в августе праймерис. Стартуют. Да? Стартуют. Начинают с праймерис, но там многоэтапный процесс. Да, да, да. Стартует праймерис по поводу выдвижения кандидатов от партии, от демократической республиканской партии на пост президента Соединенных Штатов Америки. Так что, я думаю, что такие визиты очень показательны для этого, для таких процессов. Но, вы знаете, я скажу так, что, на мой взгляд, сейчас может есть, как говорится всегда, и обратная сторона медали. Сейчас может возникнуть конкуренция, потому что на многие вопросы Европа имеет очень большие виды в Украине. И тут еще вопрос, как это отразится на наших отношениях с Европейским Союзом. Потому что, все-таки, Европа ближе к нам, чем Соединенные Штаты. И, ну, посмотрим, как это будет коррелироваться с интересами Европы. Да, это очень интересный момент, но, опять же, я думаю, что в ближайшие недели или месяцы относительно Европы и позиции по многим вопросам, я думаю, что тут будет какая-то вот ясность. Относительно того, о чем все же будет глаголить Владимир Путин перед федеральным собранием, беря во внимание визит Байдена, ваши предположения и ваши ожидания. Потому что, кроме выступления перед федеральным собранием, ритуальное политическое мероприятие, может собраться Совет Федерации, может собраться Государственная Дума, а может и не собраться. Такая опция также сохраняется. Ну, концерт концертом, Лебединое озеро в Кремле Лебединым озером. А вот риторика Путина, что мы услышим? Вы знаете, я вам скажу, что Путин может это использовать в плане консолидации общества. Он скажет, смотрите, Байден уже в Киеве, американцы уже в Украине, все, американские танки на границах России. И это может, может под эту волну, может объявить, точнее, под эту фишку может объявить вторую волну мобилизации в Российской Федерации, что надо защищать родину в опасности, мы уберегли Россию. Может быть, такая риторика. А может быть, другая риторика. Я думаю, что сейчас идут, в Кремле сейчас начнется активное движение в плане выработки какого-то единого мнения. И тут сторонники того, что, а не пора ли нам начать процесс регулирования этого конфликта, по-моему, по-моему, должны как можно больше поднимать голову в плане и звучать как можно громче в плане того, что... Дело в том, что он достиг вершины конфронтации. Вот то, что я объяснял с ядерным вооружением, сегодня надо его либо применять, либо все, оно уже не играет. Просто пуск ракеты, баллистической ракеты, он никого уже сегодня не удивит и никого не испытает, не испугает. А применить ее, я думаю, что вряд ли он решится в связи с тем обстоятельством, как я сказал. Поэтому, я думаю, риторика может быть как негативная в плане, там, враги приблизились к Москве. Все, вот Байдену осталось тут один перелет, и он уже в Москве. И они нас захватывают. То есть, кругом враги. Я думаю, что, скорее всего, наверное, Путин и его окружение пойдут по пути конфронтации, пути и ужесточения риторики в отношении противостояния и захвата или оккупации Украины со стороны России. То есть, выступление Путина перед федеральным собранием будет напоминать содержательную часть его речи в Волгограде, когда он вспоминал леопарды, танки с крестами, что Россия готова ответить, и этот ответ будет не бронетехникой. И то, о чем он, кстати, говорил там же, встречаясь уже с молодежью, о том, что, по сути, вот новая национальная идея России – это сохранить государство. Да, война за государством. Нас хотят уничтожить, нам надо обороняться. Опять кругом враги. Я думаю, что именно такая риторика и будет использована Путиным для того, чтобы выступить перед федеральным собранием или как-нибудь обращение к нации. Как они его назовут, трудно сказать. Пусть называют, как хотят. И выступление Си Цзиньпиня, презентация вот этого мирного плана, учитывая то, что представитель Китая в ООН постоянно призывал две стороны – и Украину, и Россию – немедленно садиться за стол переговоров и путем дипломатии искать какие-то выходы из этой войны. Скорее всего, Си Цзиньпинь, мне так кажется, не знаю, как вам будет говорить, приблизительно об этом же. Смотрите, я думаю, что Мюнхенская конференция дала понять Китаю, что все настроены на то, чтобы сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины. Вот все заявления были именно о том, что переговоры возможны и мир возможен только после вывода российских войск. Не может, на мой взгляд, не может Китай предлагать какие-то другие компромиссы. Они тоже не пойдут одни против всех. Они будут в общем контексте это рассматривать. И опять же, я уже привел пример, прецедент Тайваня. Если Китай предложит компромисс по территориям, то тогда возникнет прецедент отторжения Тайваня от Китая. Это Китай допустить не может. Поэтому я думаю, что именно в таком контексте и будет мирный план. Единственное, что он может быть растянут по времени. Китай любит такие длинные дистанции и предложить вывод войск на протяжении 10 лет или 5 лет переходной администрации, потом возвращение под контроль Украины и так далее и тому подобное. По принципу, знаете, как за это время много воды утечет и многое может измениться. И Россия потом может опять отказаться от выполнения своих обязательств. Верить России сегодня это себя не уважать. Поэтому для нас это может быть просто один из вариантов, на мой взгляд. Ну давайте также не забывать, что многих удивил в Мюнхене и французский президент Эммануэль Макрон, именно тот политик, который любил или любит звонить Путину, с ним общаться, вот эти телефонные переговоры. Но не суть. Он сказал о том, что Россия должна потерпеть поражение в этой войне, а уже потом наступят удобные моменты для переговоров. Ну правильно, а поражение это разгром армии и вывод войск с чужой территории. Вот именно в таком контексте можно трактовать слова Эммануэля Макрона. Ну все в мире согласились, все понимают, что если Путину уступить в этой войне, то завтра будет следующая война. И не факт, если даже сравнивать, как говорят, каждая последующая война намного хуже предыдущей. Если сравнивать с 2014 годом, то сегодняшние боевые действия это намного хуже ситуация. А что будет через 5 лет, если сегодня остановить войну и заморозить конфликт? Нет. И я думаю, что наконец-то, ура, аллилуйя, как угодно можно приветствовать это, что Запад наконец-то начал понимать, что только ослабление России через ее военное поражение и полный вывод российских войск в территории Украины – это единственный шаг для стабилизации мира на Европейском континенте. А дальше, опять же, мы возвращаемся к вами, наверное, еще к довоенным беседам. Помните, когда я говорил, что НАТО нужна сильная Украина, которая будет сдерживающим фактором для вот этой милитаристской машины Российской Федерации? Да, хорошее было время и хорошими были тогда беседы в мирное время. Смотрите, по поводу Украины, дословная цитата, я хочу победы Украины, сказал М. Макрон, но против того, чтобы Россия была раздавлена. Я не думал, как некоторые, что надо добиться полного разгрома России, атаковать ее на собственной территории. Им хотелось бы, в первую очередь, разгромить Россию, но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции. Ну, он правильно говорит. Они не хотят... Это, кстати, позиция коллективного Запада. Обратите внимание, что мы постоянно говорим об ограничениях в применении вооружений, которые нам предоставляет Запад. Ни в коем случае не бейте по российской территории. Не давайте повода для прецедента обвинить вас в агрессивности. Поэтому Макрон точно так же и сказал. Нет, поход на Москву, я думаю, что нас не устраивает. Нас будет достаточно разгрома российских войск на нашей территории и выход на государственную границу. А вот дальше уже ситуация будет развиваться, по-моему, в совсем другом контексте. В плане создания зон безопасности вдоль границы, с какой стороны, как разделить противоборствующие стороны или как договариваться о совместном сосуществовании России и Украины. Но я вам скажу, что у нас преимущество. В географическом положении у нас огромное преимущество. А в экономических вопросах еще большее преимущество. Потому что куда ни ткни, везде газовая труба осталась только наша. Нефтяная труба осталась дружба только через нашу территорию. Что у нас там еще? Даже аммиакопровод по нашей территории идет. И Россия по очень многим вопросам зависит от Украины. В обход, как говорил Бармалей в свое время, в обход идти понятно. Не очень-то легко, не очень-то приятно и очень далеко. Поэтому они все равно мимо нас не пройдут. Не пройдут. Как бы они ни крутили, как бы они ни растопыривали пальцы. А это говорит о том, что надо будет договариваться и надо будет решать. А всегда договоренность предусматривает уступки. Ты хочешь, ты уступаешь. Олег Владимирович, давайте поговорим о текущей и военной ситуации. Что там с наступлением российских войск, о перспективах нашего наступления или же контрнаступления. Издание Politico, ссылаясь на источники, сообщает о том, что Белый дом призывает Украину немедлить с контрнаступлением. Администрация Байдена якобы советует Зеленскому закрепить достижения и нанести контрудар, поскольку оружие и помощь из США и Европы, эти ресурсы поступают беспрепятственно. И есть опасение, что поддержка со стороны Европы, ряда европейских стран, она станет ограниченной. Конечно же, мы достоверно не знаем, к чему призывает или не призывает Зеленского Вашингтон, но как вы оцениваете готовность и возможности по переходу украинской армии в контрнаступление? Ну, я бы не спешил с готовностью. Мы только начали формировать там гвардию наступления. Мы только в первые эшелоны там прибывают техники в Украину. Я, конечно, понимаю, что Западу хочется быстрой победы. Они уже все, они уже пишут планы и чертят проекты, кто куда, сколько и чего будет инвестировать. Они уже разрабатывают механизмы конфискации российских активов для того, чтобы их же сюда вложить, но уже от своего имени. Или от имени Украины, фонда восстановления Украины. Я так понимаю, это будет наш главный инвестор. Для этого глава МВФ и приехал от Киев сегодня. Но вопрос, смотрите, даже если мы берем по военной обстановке, она очень быстро меняется, быстрее даже, чем в море погода. Буквально неделю назад все западные источники говорили, что будет беспрецедентное наступление со стороны российских войск. И что Украине надо чуть ли не отходить на заранее подготовленные рубежи для того, чтобы сдержать это наступление. Проходит чуть больше недели, и мы видим, что российское наступление забуксовало. Реально. Да, они еще продвигаются на отдельных участках, у них есть продвижение, но они сильно буксуют. Успеха не имеют. Смотрите, что говорят западные аналитики военные. Они говорят, что, о, так надо идти в наступление. У Украины огромные шансы идти в контрнаступление. Я бы немножко успокоился и выдохнул в этом плане. И нам необходимо подготовить вот эту контрнаступательную группировку войск. Нам надо подготовить, обучить. И я думаю, что вот эти сроки, конец апреля, да, начало мая, они абсолютно реальные и нормальные в плане контрнаступательной. Ближе к лету. Ближе к лету. И сейчас, вот даже смотрите, просто-напросто открываем прогноз погоды и смотрим. Сегодня на некоторых регионах Донбасса плюс 10 днем и минус 2 ночью. То есть, а еще, если, не дай бог, пойдет дождик, там начнется распутиться весеннее. То, что было осенью, когда танки вязали в грязи. Танки. А что говорить о пехотинце, который по колено проваливается в эту грязь? О каком наступлении или контрнаступлении можно вести речь? Кстати, это касается и российского наступления. Я думаю, что у них осталось максимум неделя окно Авертона. А потом, если еще начнутся дожди или осадки выпадать, то о каком-либо продвижении речи быть не может. И все опять возвращается куда? К позиционной войне. Соответственно, к 24 февраля ничего не взято. Ну, пару километров территории. Кстати, западные оценки дают. И вот Институт, по-моему, изучения войны сказал, что российские войска на 100 ярдов нашей территории ложат 2000 человек. 100 ярдов это 93 метра, по-моему, если я не ошибаюсь. Так вот, получается, что Герасимов вместе с Шойгу и Жукова переплюнули. Одни из самых больших потерь были там 750 человек на километрах фронта. Потери советской армии. При, вот, допустим, Корсунь-Шевченковская операция была вот с такими потерями. Там Зиеловские высоты брали примерно с такими потерями. А тут 2000 человек на 100 метров фронта, получается. То есть, они даже в этом плане побили рекорды Второй мировой войны. Так что, я думаю, что на сегодняшний день ситуация на фронте, она еще какое-то время, ну, неделю, может быть, две, сохранит статус-кво в плане наступательной активности российских войск. То есть, они будут пытаться наступать. Ну, а дальше все будет переходить в позиционную войну. И будет, опять будет гонка резервов. Помните, как это было в конце весны прошлой, в начале лета, когда мы говорили, кто первый подготовит резервы, то у того будет преимущество. Так вот, опять мы начинаем сейчас гонку резервов, кто первый подготовит эти резервы в контрнаступление. Относительно нашего контрнаступления, его перспектив, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, какое из направлений для осуществления этого плана является самым перспективным? Ну, самое перспективное, тут и к гадалке ходить не надо, оно по карте видно. Самое перспективное, это выход на Азовское побережье. Каким путем мы пойдем там, все западнее, восточнее, это уже не важно. Это должен дать ответ генеральный штаб в плане разведданных о состоянии войск противника на том или ином направлении. Допустим, Волноваха-Мариуполь или Мелитополь-Бердянск. Но в любом случае выход на Азовское побережье, на побережье Азовского моря, оно дает нам ключ и к освобождению Крыма, и к дальнейшему продвижению на восток. Почему? Потому что сегодня в глубине обороны, вот от Волновахи и туда южнее, больших оборонительных рубежей-то нету, опорных пунктов обороны тоже нету. И зайти, допустим, с двух сторон на вот эту самую большую агломерацию Донецк-Луганск, с севера и с юга, и отсечь ее от государственной границы с Российской Федерацией, вот вам еще один вариант. Поэтому я думаю, что самое перспективное – это прорыв на Азовское побережье. Вы помните, как на прошлой неделе, в конце прошлой недели поднялся войн о болотах после слова Виктории Нуланда о том, что военные базы на территории Крыма являются легитимными целями вооруженных сил Украины, учитывая, что такое заявление, оно прозвучало на фоне тех многочисленных публикаций и даже приписывало тоже издание «Политико» Энтони Блинкену слова о том, что относительно Крыма есть определенные сдерживающие факторы, что это какая-то красная линия, или можно пересечь какие-то границы и прочее, прочее, то Нуланд заявила ту позицию, которая крайне не понравилась в Кремле, в Москве. Нуланд, кстати, она такая женщина решительная. Судя с ее биографией, мы помним ее появление на Майдане в 2014 году. Я скажу так, что она выражает позицию Соединенных Штатов. Соединенные Штаты еще раз дали понять, что Крым – это Украина, и что любые военные объекты, любые военные цели на территории Крыма являются легитимными для вооруженных сил Украины. Так что это еще одно подтверждение того, что Запад будет приветствовать освобождение всех территорий Украины, даже силовым путем. Или, наверное, правильнее сказать, в первую очередь силовым путем. Потому что до вывода российских войск ни о каких дипломатических путях урегулирования, по-моему, речи быть не может. Генерал Дэвид Петреус, который ранее возглавлял ЦРУ, считает, что вооруженные силы смогут отбросить российские войска еще этим летом в случае поставок и наличия правильной стратегии. А вот в чем должна заключаться вот эта правильная стратегия? Правильная стратегия имеется в виду организация и ведение самих боевых действий. Я думаю, что мы на правильном пути в том плане, смотрите, берем поэтапно. В сентябре месяце генерал Залужный говорит, сколько войск надо для того, чтобы создать контрнаступательную группировку. В ноябре месяце или даже не в ноябре, в январе президент Зеленский говорит о том, что надо создавать резервную армию. И вот сейчас мы слышим от Запада, типа, правильная стратегия, на мой взгляд, состоит в том, что в контрнаступлении будет участвовать абсолютно другая армия, вновь сформированная на западном вооружении, которая обучена введению боевых действий по западным стандартам. Вот это будет, на мой взгляд, правильная стратегия. А уже там детализация, где именно прорывать оборону, где именно вклиниваться и на какую глубину входить или какими силами, это уже, мне кажется, детали и нюансы. Но сейчас вот именно стратегия заключается в том, что не теми войсками, которые сегодня несут на себе с основной тяжесть оборонительной операции, нет. Из них контрнаступательные группировки сформировать будет практически невозможно. Альян Ильич, я думаю, что Вы также видели информацию о том, что вагнеровца их массивно перебрасывают в Мелитополь. То есть о чем это может свидетельствовать также? Ну, потому что военные, у нас как бы есть, ну вот во всяком случае у моего поколения военных, есть общая школа советская. И недалеко она ушла, и они прекрасно понимают, что Мелитополь это ключевое, это, будем так говорить, это опорник всей системы обороны на юго-западе Украины. На юго-западе той кишки, или той полосы, которую удалось оккупировать сегодня российским войскам. Поэтому они туда бросают самые боеспособные части, а наемники сегодня, это у них считается самая боеспособная часть, и превращают Мелитополь фактически в укрепрайон. Если говорить в общем и целом о том наступлении российских войск, как бы вы его оценили? Потому что и тот же Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, и ряд других руководителей Министерства обороны других стран говорили, что то, что сейчас видим, это, по сути, какие-то провальные попытки наступать. Ну, понимаете, нельзя, вот мне нравится Российская Федерация, вот они, такое впечатление, что они идут задом наперед. Они смотрят в прошлое, но пытаются идти в будущее. И если мы говорили, что вот они нам навязали войну третьего поколения, окопную войну второй мировой, так вот я бы это наступление, наверное, охарактеризовал бы как попыткой вернуться в войну второго поколения, во первую мировую войну. То есть вот эти волны людских атак, штыковых атак практически, как будто они из первой мировой сюда, сюда пришли, и в результате железо победило. Худо-бедно, но мы купировали все наступления российской армии. Да, есть еще отдельные участки, где они продолжают движение, но это не то движение, которое там заслуживает или можно назвать вообще наступлением. Они незначительно продвигаются там вглубь нашей территории, неся огромнейшие потери. Но я бы назвал это вот таким возвратом вообще к Первой мировой войне, к штыковым атакам 2014 года. Олег Владимирович, и в завершении нашего с вами разговора, пока у нас остается несколько минут, обсудим то, что действительно вот очень многих беспокоит в последние дни. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что Россия собрала 450 тактических самолетов, около 300 вертолетов, не менее чем 200 километров от границы. И по словам Юсова, авиация может быть активно использована на Донбассе. Вот насколько высока вероятность массированных воздушных атак, и почему противник, возможно, решил перейти к вот этой новой тактике или стратегии после того, как за все эти месяцы, 12 месяцев полномасштабной российско-украинской войны усовершенствовалась система ПВО, и были определенные же подставки? Больше нечем. Это безысходность. Они думали, что они ракетами могут справиться с нашей инфраструктурой, с нашей системой ПВО. Не получилось. Ракет очень мало. Я не скажу, что они закончились. Нет, к сожалению. Тогда что остается? Остается авиация. А почему бы не применить? И именно массированность авиации вполне возможно, что они попытаются. Тем более, что для России потеря там 100 или 200 самолетов может быть не критично, как они считают. Или это будет просто поход в лабанг. Давайте попробуем пробить хотя бы небо Украины для того, чтобы нанести хоть какое-то поражение. Ну что же, будем завершать. Огромное вам спасибо за то, что нашли время для нас, для нашей аудитории. Олег Жданов, военный эксперт и полковник вооруженных сил Украины запаса, был сегодня вместе с нами на Политек. А спасибо всем нашим зрителям. Обязательно увидимся и услышимся. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова